Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Это будет очень быстрый выпуск про биткоин, потому что мне наконец-то есть что тебе рассказать. Итак, эта недельная свеча закрылась выше этой средней линии, о которой мы так долго с тобой говорили. Это очень хороший сигнал. Почему? Потому что в прошлые разы, когда это случалось, цена биткоина достигала следующей логарифмической линии, которая находится вот здесь. Например, в 2017 году вот эта ситуация, цена биткоина закрепилась выше этой средней линии, после чего ей понадобилось всего лишь 5 недель для того, чтобы достичь следующей. Похожую ситуацию мы наблюдали и в 2014 году. Похожую ситуацию мы наблюдали и в 2013 году, когда цена биткоина закрепилась выше этой средней линии. ей понадобилось всего лишь несколько недель для того, чтобы достичь следующей. И теперь прошедшая, очень важная неделя закрывается выше этой средней линии. Следующая логарифмическая линия сейчас находится на отметке 68 881 доллар. Однако нужно понимать, что чем дольше биткоин пробудет около этой средней линии, тем выше будет следующая. Поэтому можно округлить и взять не 68 тысяч долларов, а 70. Это значит, что биткоин потенциально в ближайшие 5 недель может достичь нового исторического пика. Предыдущий был на отметке 65 тысяч долларов. Такой вывод можно сделать, если отталкиваться от предыдущих ситуаций, когда цена биткоина закреплялась выше этой средней линии здесь и вот здесь. Теперь я хочу показать тебе то, что называется 1-2-3 разворотная фигура. Она может быть бычьей, а может быть медвежьей. Если перед этим у нас был восходящий тренд, то это фигура медвежья. Если же был нисходящий тренд, то это фигура бычья. Целью является вот эта высота от середины линии поддержки снизу до линии пробития сверху. Запомнили? Теперь давай посмотрим график цены биткоина прямо сейчас. Это недельный график цены биткоина. И что мы здесь видим? Мы видим здесь нисходящий тренд, также эту фигуру и линию пробития. Как мы видим, цена вырвалась за пределы этой линии сопротивления и закрепилась выше нее, превратив ее в поддержку. Точно так же, как показано здесь в теории, цена пробивает эту линию, превращает ее в поддержку и уходит дальше. Целью этого движения является высота от середины этой линии поддержки до линии пробития. Соответственно, вот наша цель. Это около 69 900 долларов. Если округлим, получим 70 000 долларов. Что очень сильно напоминает нашу верхнюю логарифмическую линию вот здесь. Теперь давай посмотрим дневной график биткоина. Где у нас тоже интересная ситуация и к тому же очень простая. Цена биткоина не только вышла за пределы этой зоны, где нижняя ее граница была поддержкой, а верхняя сопротивлением. Но также и протестировала ее заново на предмет поддержки вот здесь. У нас было пробитие, у нас был ретест и после этого мы увидели рост. Потому что эта линия сопротивления превратилась в линию поддержки. Это очень напоминает эту модель Вайкоффа. А конкретно фазу И. Как это выглядит в теории? У нас есть диапазон проторговки, где нижняя граница служит поддержкой, а верхняя сопротивлением. Мы вырываемся из этой зоны, тестируем ее на поддержку и улетаем дальше. Это очень похоже на то, что происходит сейчас. Вот эта зона, из которой мы вырвались, протестировали ее и полетели дальше. Но не только модель Вайкоффа говорит нам об этом. Существует теория в трейдинге, которая принадлежит перу Стэна Вайстена. Кстати, ему принадлежит тезис быть постоянным. В инвестициях нужно быть не только терпеливым, но и постоянным. Что это значит? Если в одинаковых ситуациях в разное время ты можешь либо купить, либо продать, значит с твоей торговой дисциплиной явно что-то не так. И ее нужно менять. Вот так выглядит теоретический пример Стэна Вайстена. У нас есть торговая зона с поддержкой и сопротивлением сверху, после чего начинается нисходящий тренд, который находит новую торговую зону с такой же поддержкой снизу и сопротивлением сверху. После того, как цена биткоина не только вырывается за пределы этой зоны, преодолев линию сопротивления, но и протестировала эту линию сопротивления на предмет поддержки, и она действительно оказывается поддержкой, мы наблюдаем хороший восходящий тренд, который следует вот этой восходящей линии. Мы видим, что в нашем случае Стэнари действительно копирует эту теорию. У нас была зона торговли вот здесь, с линией поддержки и линией сопротивления. Затем у нас был нисходящий тренд, который обнаружил для себя новую зону торговли, с сопротивлением сверху и с поддержкой снизу. Затем мы наблюдали выход цены из этой зоны, вот здесь, и новый ретест этой зоны уже на предмет поддержки. Как только эта линия, которая была здесь с сопротивлением, превратилась в поддержку, нас ожидал вот этот восходящий тренд. Точно так, как это было написано в теории. Далее, исходя из этой модели, цена должна следовать за этой восходящей линией, которая служит поддержкой этого движения. Давай нарисуем ее на отдельном графике, чтобы не путаться в этом хитросплетении. Здесь мы видим, что цена действительно следует этой восходящей линии, но также она формирует и восходящий канал, где каждый низ выше предыдущего, так же как и пик. Однако, что интересно, это то, что цена биткоина вырвалась за верхнюю границу этого восходящего канала, и теперь тремя свечами подряд тестирует эту линию, которая раньше была сопротивлением, на предмет поддержки. Точнее, она делает это не свечами, а их тенями вот здесь. Конечно, это еще ничего не значит, это может быть фальшивым пробитием, после чего цена биткоина вернется обратно. Однако, давай посмотрим поближе на 4-х часовом графике. Здесь мы можем увидеть кое-что интересное с помощью индикатора CPR. Как мы знаем, у нас есть 3 цели по CPR, первые 2 мы уже достигли, третью еще нет. Также мы знаем, что именно средняя, вторая линия по CPR всегда выступает сильнейшей линией либо поддержки, либо сопротивления. И как мы видим, уже дважды цена биткоина обозначала эту линию CPR как поддержку вот здесь и вот здесь. Причем цена сделала это тогда, когда выскочила за пределы этого восходящего канала. А значит, больше шансов на то, что это пробитие было не фальшивым. Поэтому, если цена биткоина останется выше этой линии CPR, которая сейчас находится на отметке 58 800 долларов, то, скорее всего, это пробитие из этого восходящего канала может оказаться настоящим, а не фальшивым. Причем стоит отметить, насколько важно это пробитие сейчас и насколько важно его удержать для продолжения роста. Ведь верхняя граница этого восходящего канала, которая служит сопротивлением, а сейчас может стать поддержкой, была сопротивлением с 14 июня 2021 года. Поэтому, если цена биткоина останется выше этой линии CPR, а это 58 800 долларов, то, скорее всего, пробитие этого канала будет настоящим. И верхняя граница восходящего канала, которая до этого была сопротивлением, может превратиться в новую поддержку. Это будет отличным сигналом для биткоина, и рост цены биткоина продолжится вплоть до следующей цели по CPR. Это около 64 700 долларов. А затем и достижение вот этой следующей логарифмической линии, о которой мы уже говорили. И также достижение цели по вот этой фигуре. А это около 70 000 долларов. Вот это и будет условием для достижения нового исторического пика. Это был быстрый взгляд на биткоин без лишней воды и прочего. Если тебе нравятся такие разборы, почему бы не поставить лайк и не подписаться на канал? Здесь ты найдешь много криптовалютных видео, и некоторые из них наверняка придутся тебе по душе. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok